здравствуйте друзья нам вот говорят снимайте океан снимайте природу а шо же мы вот и снимаем я к сожалению не могу вам передать так вот через камеру очаровательный запах марихуанки кто-то где-то курит вот и так несет сюда хорошо а тут друзья буквально 100 метров в сторону уже совершенно другим пахнет пахнет океаном ветер нам в лицо я надеюсь что вы ветра не сильно слышите потому что меня тут из искусственного меха такой набалдашник на микрофоне серо стально и небо такое тоже суровое вот друзья посмотрите деревья с абсолютно голыми стволами вы можете подумать что это их оголодавшие люди кору съели или может быть насекомые налетели ну вообще что-нибудь можете подумать негативное а это просто такое дерево эвкалипт по-русски его стыдливо называют бесстыдницей и вот надо сказать что вот тут даже улочка вот это смотрите называется эвкалиптовая вот вот друзья на эвкалиптовый значит стоит продается новый дом за миллион восемьсот но похоже какого 2006 а 2006 то есть не такой новый как могло бы показаться вот прямо на эвкалиптовой и стоит тут привели его в предпродажное состояние цветочки посадили ведь как но здесь соседство не симпатичная вот это вот школа прям за забором да за миллион восемьсот берешь а тут школа тут вот напротив дома который продается мужика гараж сейл какой шикарный у него почтовый ящик я хочу сказать вот красиво жить не запретишь фонарик ящик вот так вот люди живут 35 долларов и спальный мешок а еще 35 долларов и такой маленький батутик вот какие-то доски он продает больших количествах инструменты всевозможные пасу керамическую да а смотри какая вещь друзья ностальгическая какая ностальгическая чё это точилка точильник не требуется шикарно шикарно берем берем так вот друзья из била это по дереву больше вот это по металлу это по металлу вот она по металлу вот может и у вас такое есть тоже день в гараже болтается вооружившись точильным камнем друзья мы смело идем навстречу новым приключениям прям знаете вспоминается песня там была такая пройду там по одной улице сверну на другую улицу на там пройду по абрикосовой а я подумал вот пройду по эвкалиптовой свернул на билла клинтона такое надо над этим поработать литературно вот у нас такая парочка друзья специально для нас с вами танцуют симпатичные ребята да дует дует ветерок каждый день друзья на океане чем-то отличается от других вот сегодня такой день что ни одной живой души нету в воде ну я имею ввиду серферов нету может там какая-то живность океанская есть вода удочки так ныряют что-то их согналось сегодняшней волны я думаю что может быть это время такое сейчас прилив самая волна как раз во время отлива когда становится более мелко и тогда война волна покруче но в общем нету никого никого нету одни мы тут как пингвины полярные закутанные ходим мне друзья удалось взять blitz интервью у двух серферов которые находясь на берегу так неодобрительно качали головами я говорю пацаны говорю чё не серфаем нехорошо говорят сильный ветер в сторону берега действительно ветер очень сильный и дальше они глядя на воду говорят все вокруг месси вот так вот месси им понимаешь смотрите что творится тут еще глядишь и в объектив набрызгает с такими делами это друзья за обычное время нормальное собачий пляж но вот видите поскольку прилив тут и пена вот эта грязная смотрите что творится и все буквально залило поэтому ни одну собаку не загонишь на собачий пляж в такую погоду да видишь как бревна прям катает вы видите друзья тут паркинг-лод небольшой их много вдоль набережной а это вот американская демократия в действии вот вы можете почитать значит слушания пуб публичные слушания в воскресенье в госсовете 22 марта 2 30 дня тут значит кто-то хочет застроить этот паркинг а там народ ну как комиссия плановая значит ага там недовольны люди люди недовольны тем что плановая комиссия разрешила там что-то делать в общем вы можете почитать и вникнуть если кому интересно так что смысл этой писульки в том что если кому хочется прийти на слушание он приглашается на слушание мы с вами сейчас находимся в таком месте где вот тот обвал обвалилась видите вот там кусок земли обвалился и вот здесь особенно где мы стоим вот и городские власти заборчик так пустили по асфальту винтик обошли стороной чтобы здесь народ не ходил вот свежеструганный забор несмотря на холодрыгу и страшный ветер цветочки цветочки распускаются а вот на тех камнях обычно много птиц и не только птиц там и морские львы могут быть вот но что-то им сейчас как-то не досуг не досуг смывает можно сказать волной да а вот здесь друзья мы недавно показывали тут тоже было обрушение такое небольшое но явно но то ли океаном то ли рукотворно они его расширили сильно и какие-то работы производят давайте я покажу может быть немножко с высоты сейчас такое ощущение что вот эти каменюки должны оказаться в какой-то момент вот там наверное это укрепление какое-то производится берегом вы видите друзья вы видите береговую линию вы видите разрушение миллионы миллионы долларов платят люди чтобы из окна хорошо видеть вот этот ущерб нанесенный природой вот друзья загадка для любознательных смотрим на окно в этом доме что бы это такое случилось с окном какие будут гипотезы рассказывайте друзья что вам приходит на ум что в этом окне такого как она вот это говорит что это хочется спросить друзья а где же забор фрагменты которого мы так наблюдаем ничтоже сумнящееся наблюдаем фрагменты а самого забора уже нет вот такая жизнь вот ничего себе ничего себе что империализм что империализм позволяет себе делать как бы друзья это всю Калифорнию так вот волной то не пришибла ой 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 вот друзья парит хищная птица парит высматривает что-то неподвижно